Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Марина Джалая, Волода, подробностями. Свято начинается еще передо выходом у Громадско-культурный центр. Тут выстава ретро-техники, которая сразу задает атмосферу мероприемству. На такой спякоте техника распалилась, как огонь. На счастье, уже 75 лет в Беларуси такие машины и зброю выкористовывают только в мирных метах. У фойе об военных сторонках расповедают экспозиции. Тут и фотоснимки, и речи семейных архивов и зброя. 75 лет мы уже живем под мирным небом, весь наш народ. И хочется просто поклониться тем людям, которые еще сегодня живы, тем ветеранам. И, к сожалению, сегодня осталось все меньше и меньше остается. В частности, у нас в городе остались практически единицы. Но мы им благодарны за сегодняшнее наше мирное небо. Тым часом в концертной зале «Аншлаг» уступное слово за выконвающим обовязки старшине гомельского облаканка Магеннадзим Соловьем. Ее не только виншует присутных с великими для Беларуси святами днем незалежности и 75 годим вызволения от фашистских захопников, а ли рассказывая об достигнениях кожного района Гомельщины. За тем хвалюющая частка свята – поручение гонорового звания «Человек года». Оно присуджается за высокие досягнения у працы, творчий подыход и отданность справе. У номинации «Служу Айтшыне» лепшей стала Ганна Романова, наместник начальника отдела мытных операций контролю номер два Гомельской мытни. Звание майстр у Светланы Колесниковой, урача от Арына ларингологичного отделения Гомельской областной клиничной больницы. Лидером признаны Иван Дусянок, электрозварщик Гомельского завода «Летя и Нармаляв». Лепшим по призвании стал Владимир Тапчихин, урач-онколог-хирург Гомельского областного клиничного онкологичного диспансера. Керовником года стал Михаил Капинский, директор сельского спадаршего унитарного предприемства «Полесе Агроинвест». Человеком на земле признаны Миколай Астапович, тракторист-машинист товариства «Бабовский». У номинации «Открыть сё» – перемога у Сергея Бычкова, старшинник громадского объединения «Совет батьков» города Гомеля. За 2018 год наш проект «Папазал» вышел на республиканский уровень. Инициатива «Рух Дворово-Угульного», которую мы осуществляли в прошлом году, она тоже стала очень большой. Мы провели порядка 230 мероприятий. Это тренировки, мастер-классы по воркауту, стритболу, футболу, другим уличным видам спорта, в которых поучаствовало порядка 2000 человек. Получилось построить благодаря партнерам площадку для воркаута, профессиональную в городе Гомеля, которая сейчас заполнена с утра и до вечера практически. И получилось масштабировать тот проект, который был просто на базе идеи. И мы развиваем его дальше и планируем развивать его по республике. У Глядацкой зале сегодня ветераны, молодь, представники прационных коллективов. Для их организаторы свята подрихтовали великую концертную программу. 20 яскравых, проникненных, ширых и отметных номеров от самых ведомых и теленавитых коллективов Гомельской в области, а так само брандских артистов. И мы очень постарались нашим гомельчанам и гостям города подарить настоящий праздник. Даже сегодня выставки буквально пронизаны каждым шагом освободительного движения нашей республики Беларусь. И то, какую часть в этом сыграла наша Гомельщина. И сегодня каждая выставка – это каждый шаг освободительного движения. Не было бы мирного неба над головой, сегодня бы не было нашей процветающей Беларуси. В святочные мероприемства с нагодой Дня Незалежности и 75-ти годов вызволений Беларуси от фашистских захопников протягиваются. Концерты, митинги, открытие новых объектов, помников, встречи с ветеранами и ключевое мероприемство тыдня, шматысячная шестя, Пагалуны, в улице Гомеля, Советской. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Важны за все память и увага. Сегодня первый наместник старшины гомельского облаканка Магина Целовей разом со старшиной областного комитета по праце, занятости и социальной обороне Пятром Шуцько завитали у гостя до ветеранов Великой Айчинной войны. Павеншовали с надыходящим святом и погутарили про минулое, про мирное 75 годов и будущее. Теплый прием отчула на себе и наша здымочная бригада. Михаилу Рычкову, 95. Войну он сустрел у родной вёсцы на Вологодчине. Памятая, как развозил повестки односельчанам, крыху позднее вертался у тыж дамы с похоронками. В 1942 году его призвали на службу. Удельничал у разгрома фашистских войсков и контрнаступления червоной армии под Курском. Вызволял украинский город Глухов. Прима удел в военных операциях на берегах Десны и Днепра. На Воронежском фронте был ранен. В обе ноги и в левую руку ранен был. Четыре месяца меня в госпитале, операцию сделали. Четыре месяца я полежал в госпитале. Меня направляют в Липецк. Взяли в этот учебный полк. Знаете, и всё. Вся война закончилась у меня тут. Гастям Михаил Дмитриевич заусюд рады. Спадяка за увагу веде размову. Тем насамреч шмат, однако калень не пробылое. Тады обовязково про семью. Внуков, правников и праправнуков. Гэта, конечно, будучи не. Посещая ветеранов, мы беседа с ними, видим, какие они проблемами сегодня живут. Они живут теми проблемами, которые мы. И они нацеливают нас на то, чтобы мы не забывали историю. Историю никому в Беларуси не дано переписать. История для нас – это основа. Мы ее уважаем мечты. У соковяку Иван Кондрусёв означал 100-годовый юбилей. С початком войны он служил медицинским инструктором в полевом шпитале. У 44-м отрымал ранение. После лечения улився в партизанский рух и змагался за вызволение Беларуси. У студии не 45-го вынес с поля бою 21 полчан. У мирный час 50 годов працевал фельдшером. Житевый шлях до ужинюю 100 годзе, заслуживая поваги, пашаны и низкого поклону. Югиня Кухаронак, Василия Сипцов, телерадио «Кампания Гомель». Беларусь памятая. Сегодня в рамках агульно-республиканской акции в Гомеле прошел митинг калябратских могил советских войнов и грамадянского похоронения на ляшинских могилках. Это место памяти находится под опекой курсанта военно-транспортного факультета Беларусского державного университета транспорта. Младые люди доглядают за похоронениями, добро упорядковывают территорию. И некольки разов на год приходят сюда, как ушановать память загинувших у боях советских солдат. А так само мирных же хоров, расстрелянных под час оккупации Гомеля с 1941 по 1943 годы. У нас есть традиция именно сюда, на улицу Барикина, приезжать и отдать честь и долг свой тем людям, которые отдали свою жизнь, когда-то за наше сегодняшнее и за светлое завтрашнее. У складания вянков, хвилина молчанья и живые кветки до подножжа помника. Два строг мясовых похоронения безыменные. У агульной могиле лежат останки больше, как 800 мирных же хоров. Автопробег на ретро-автомобилях. Гомельские энергетики протягнули традицию наведывания места боевой славы и встреч с ветеранами. На этот раз они накировались по маршруте Гомель Жлобин Рогачоу. У делу акции принял и наш корреспондент Алик Синсерову. Автомобиль перемога 1954 года. Москвич 61-го, Мотокаляска 68-го. На маршрут автопробегу, присвеченого 75-ти годы вызволения Беларуси, все это вышли 15 ретро-автомобилев. Это проект Гомель Энерго и областная Галиновая профсоюзная организация реализуют уже 8 год запор. Ранее наведывали Брахинский, Хонинский, Кармянский районы. В этом году кончатковый пункт автопробегу Рогачоу. Мы поняли, что это надо не только и интересно не только жителям этих районов. Это надо сегодня нам, ныне живущим, это надо работникам Гомель Энерго. И сегодня вот это мероприятие, оно абсолютно добровольное. Протягивать маршруту, по яким проходит автопробег, ковяз 150 километров. При этом энергетике робить обаяцковые припынки во всех местах боевой славы поза увагой не состоится ни один помник. Подчас распорсовки маршрута в этой частной программе надали особливую увагу. Это зараз тут течения и спокой, а 17-го жнивня 41-го года в этих местах проходил жорткий бой, а позже бой Жлобинского знищального батальона. Жлобинский знищальный батальон воевал с длепенем по жнивень 41-го года, и он не был кадровым военным подразделением. У его состава выходили работники органов УЛАДы, молодь и колгасники с пригрынных господарок. Усяго, коля 170 человек. Неоглядите на тое, что Жлобинский знищальный батальон воевал не вельми долго, сегодня его история вывучена достатковая подробностка, вывучением и популяризацией военной истории. Зараз у Волги займаются многие. Сироту денег у автопробегов, члены военно-патриотичного клуба, 53-й мотостралковый полк Народного комиссариата у внутренних справ. Реконструкции в Беларуси у нас, и в Гомеле, и в Брестской крепости у нас в Беларуси, и на линии Сталина мы частенько бываем. Бываем и в зарубежье. То есть мы бывали на фестивалях в Эстонии, в Российской Федерации. Мы частые гости. Мемориальный комплекс «Детям и Хвяром войны» открытый ровно 12 годов тому. Гэта одинный на пасоветской просторе мемориал, присвеченный неполногодовым, яке загинули под час Великой Ачиной. А под час традиционных ускалданий кветок тут проводится еще и невеликая экскурсия. Гэта соправдается обливое место, прочутая настолько уражуя, что обаяковым не застается никто. Тым большзначность даится перемога над ворогом, для якоха белорусские дети были не большим донорами криви для солдат за вызволение Рогачевского района. Свои жития дали больше 17 тысяч солдат и офицеров Червоной Армии. Сегодня об этом нагадусь шматрикой братской могилы, хоть автопробег – это не только жалобные митинги. На центральной площади Рогачева выстава ретро-автомобилю, яке примали в делу акции и полевая солдатская кухня. Мечтым у Гомель Энерго скажут об ожидании протягивать такие автопробеги далее. Во вселеком разе в наступном годе и он отбудится обовязковым. Планируем выехать в Петриковский регион. Петриков не охвачены. Житковичи, Лельщицы. То есть в Гомельской области достаточно мест, где мы еще не были. Поэтому мы будем однозначно планировать и уже думаем об этом, что поедем в Петриков. Алексей Тюров, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». В Идовецком доме «Гомельская правда» подрихтовали фотоальбом, просвеченный 75-ти годью вызволения Беларуси. У Ягоу вошли вздымки, изробленные военными корреспондентами и сучастными журналистами. Сторонки книги перегарнули наши корреспонденты. Гомельский областный музей военной славы. Сегодня в Ягоу архиве находятся тысячи фотосдымков, изробленных подчас Великой Айчины, причем их колькость постоянно повеличивается. Минавито супрацовники музея допомогли журналистам «Гомельской правды» подрихтовать первый раздел фотоальбома «Война». Имкнулись одобрать не просто лепшее. Необходно было иллюстровать историю вызволения Гомельщины таким чином, как читатели отчули себя удельниками этих поддей. Наша память – это святое, которое, конечно же, берет за душу и даже пересматривает фотографии. Некоторые просто вызывают слезы. Но, согласно структуре книги, мы решили так – начинать с самой первой точки освобожденной, райцентр Камарин бывший, и дальше идти по населенным пунктам. Абзместе фотоальбома «Паклонимся великим тым годам» можно мерковать по его разделах – «Война», «Ахвяры», «Патриоты», «Вызволение», «Маршал». Абдвойчий герой Советского Союза – маршале Рокоссовским, войске якого вызволяли Гомельщину. Апроча архива Музея военной славы выкрыстали и уласные фотосдымки. Правда, на некоторые месяцы пришлось выехать ящий раз. Помники, які связаны с периодом Великой Айчинной, однавляются. Недзе змянюся их знішний выгляд, недзе прилягаючая територия. Сёння у Гомельской правде кажуть, што неких значных проблем при падрехтовце выданням, присвеченого 75-годзю вызволений Беларуси, не было. Урешті у Водовецким доме газеты уже есть великий вопыт падрехтовки книг. У 2017-м тут выдали летопись прокуратуры Гомельской области. Сёлита книгу, присвеченную 100-годзю областного управления Комитета державной безпеки и афганский альбом. Сейчас мы работаем над несколькими книгами, юбилейными книгами, в том числе юбилейная книга «Гомель-древ» «Транснець в дружба». И уже начали работу красочного альбома к 100-летию Дворцова паркового ансамбля. Олег Сенцюров, Сергей Негеревич, Яуген Макеенко. Телерадио «Кампания Гомель». Сегодня у Гомеля отбылась рабочая сустреча в делегации областного объединения профсоюзов и шанхайского Муниципального совета профсоюзов. Баки обменялись в опытом работы и обмерковали перспективы супрацовництва. Шанхайский Муниципальный совет профсоюзов может стать первым партнером гомельчан в далеком замеже. Как чекается, ответное погоднение может быть подписано в наступном годе. Гэта визит отбылся по инициативе китайского боку и заявляется подтверждением тесного взаимодействия краин во всех сферах. В Гомельском областном объединении профсоюзов кажут, что готовы поделиться властным опытом по обороне права упрацующих и уважливо выучить на працовки потенциальных партнеров. Процедникам Китая саправды есть, об чем рассказать. Членами Шанхайского Муниципального совета профсоюзов сегодня изъявляются коля 7 миллионов человек, а колькость первичных организаций первышая 500 тысяч. Направление сотрудничества будем обсуждать. Я думаю, что это будет в первую очередь по защите прав трудящихся, их опыт в этом направлении, по охране труда очень интересное направление, ну и культурное, значит, туристическое направление в том числе. Весело и с запалом. На переддни у Беларуси означали день молоди. В Гомеле мероприемства прошли в каждом районе. Центральной стала пляцовка перед лядовым палацем в фан-зоне других европейских гульнях. Мероприемства протягивались два дни. В первой отбился городский чемпионат по катанию на роликовых коньках. На наступный разыграли кубок по стритболе. Юные танцоры продемонстрировали свои хореографичные сдольности подчас фестивалю танцу «Шах наперед». Команда «Орлянят» из российского города Орла прибыла на место проведения лагера загадя. Два дни пошли на наладживание побывания и доброе упорядкование. Житье на природе в походных умовах, для некоторых у дельников отрада у новинку. Ситуация промушает поширать арсенал навыков. Учиться самостоянно колоть дровы, распаливать вогнища, охотовать ежу. Те, кто на крыничку приехал не у першиню, отчувают себе комфортно. В походах таких очень много мучиться в плане туризма, в плане выживания, даже в диких условиях, можно сказать, потому что все равно нужно уметь много, чтобы справиться. Отрады лидер из украинского города Новоград-Волынский и Житомирской области не пропускает ни одной измены уже 10 лет. Состав команды изменяется, однако мед, с якими украинцы проезжают на Рогачевскую землю, застается темишь, добрый отпочинок и новые сябры. По-перше, крыничка это много эмоций, много новых знакомств, впечатлений, и это незабутный опыт для всей нашей команды. Тут нет границ для дружбы, для думок. Тут свобода. Здесь ты отрекаешься от всего, ты как будто в мире с природой, в мире с теми людьми, которые тебя понимают. Вот это понимание, растворение в чувствах, ну и это дружба. Которые нам так не хватает. Церемония открытия, подчас якой поднимают флаги трех держав Беларуси, России и Украины, первый, но далеко не последний пункт насыщенной программы, которую подрихтовали организаторы. За 27 годов работы лагерь крыничка набыл великую популярность. Те, кто детьми отпочивал в первые годы основания лагеря, сегодня проезжают в якости кероников делегации. Сегодня количество желающих отпочивать украничцы превышает мягчимость организаторов. Лагерь с каждым днем набирает больше авторитет и значимость. Не только у нас, в Беларуси, но и в наших соседях, и в России, и в Украине. О нем знает большинство регионов России и Украина, что именно международный лагерь дружбы детей славянских народов. Действительно, через детей мы устанавливаем дружбу, взаимопонимание и согласие. Чтобы попасть в этот лагерь устраивается конкурс. И сюда приезжают ребята, при том, они приезжают не просто, чтобы посмотреть, они готовятся, они готовятся рассказать о тех обычных традициях, которые у их регионах бывают. По традиции удельники лагеря Криничка у Рогачеве 3-го липеня примутю дел в урочистостях примиркованных до Дня Незалежности и 75-й годовины вызволения Беларуси. Максим Савин, Олеса Рудянкова, Василия Сепцу, телерадиокампания Гомель из Рогачевского района. ГТА, а так само и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.twergomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомельском районе при столкновении с другим автомобилем перевернулся микроавтобус. Пострадал пассажир. Автомобильная авария произошла в субботу вечером недалеко от поселка Большевик. При выезде на главную дорогу нигде не работающий житель Ветковского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat по какой-то причине отказался пропускать микроавтобус. Со второстепенной дороги водитель 19-летний парень не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen LT под управлением 57-летнего жителя города Гомеля. К дате происшествия автомобиль Volkswagen LT перевернулся на бок в результате чего пострадала ехавшая в качестве пассажира женщина. С травмами она была доставлена в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы. В Гомельской области в самом разгаре заготовка грубых кормов. Работниками сельхозпредприятия агрогородка Зашири Ельского района часть запланированных объемов уже была собрана. Однако кто-то внес коррективы уничтожив 180 тонн. Поздно вечером субботы на воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о пожаре сенохранилища сельхозпредприятия Совхозкоммунист. Синосклад 1970 года постройки не электрофицирован. Находится на территории молочно-товарной фермы в 60 метрах от телятника. Территория фермы не огорожена. По данным синоскладе находилось 180 тонн рулон сена. Это укос 2018-2019 годов. В результате пожара уничтожен сеносклад и 180 тонн сена. Причина пожара устанавливается рассматриваемая инверсия за несение постороннего источника зажигания неустановленным лицом. На ликвидацию пожара спасателям понадобилось полтора часа. Кроме спецтехники был задействован погрузчик Амкадур сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В Гомельском районе со строительных лесов упал пенсионер. Мужчина проводил работы на своем участке. 30 июня в областную больницу с территории индивидуальной жилищной застройки Романовича-1 с множественными переломами ребер, повреждением легких, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставлен житель Гомеля. Мужчина получил телесные повреждения, упав с высоты двух метров на бетонную плиту при строительстве собственного дома. Пенсионер находится в реанимации, сейчас медики борются за его жизнь. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. 20 медалей, 6 из которых золотые. Таков итог выступления представителей Гомельской области на вторых европейских играх, которые накануне завершились в Минске. Тысячи гомельчан пришли к Ледовому дворцу, чтобы попрощаться с мультиспортивным форумом. Фан-зоне для гостей и болельщиков кроме трансляций соревнований организовали насыщенную развлекательную программу. На церемонии закрытия Евроигр знаменосцем белорусской команды была байдарочница Марина Литвинчук и заслужена. На счету спортсменки 4 медали 2 золота, серебро и бронза. Такая же коллекция у еще одной представительницы гребли Ольги Худенко. В общем же, наши атлеты поднимались на пьедестал почета на соревнованиях по гребле на байдарках и каное спортивной акробатике, велоспорту, легкой атлетике и баскетболу 3 на 3. Последний соревновательный день копилку наград пополнил добрушанин Владислав Смягликов. В финале боксерского турнира он уступил россиянину Муслиму Гаджи Магомедову и стал обладателем не только севра европейских игр, но и чемпионата Европы. Континентальное первенство проходило в рамках мультиспортивного форума. В медальном зачете в Беларуси 69,2 место. 20 медалей на счету атлетов из нашего региона. Это лучший показатель среди областей страны. Те болельщики, которые приехали из Гомельской области поддержать и поболеть на трибуны в Минск, они не пожалели. Это было на самом деле на мой взгляд героическое выступление. Это была на самом деле борьба за результат. Это был красивый спорт. Неудачно сложился 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги для команд из нашего региона. Футбольный клуб Гомель на выезде проиграл Минску. Зелено-белые дважды были впереди по ходу матча. На 11-й минуте счет открыл Невалда. Вскоре хозяева поля сравняли цифры на табло. Александр Васильев был точен с 11-метровой отметки. На старте второго тайма подопечный Алексей Меркулова вновь повели. Цели достиг удар Терентия Луцевича из-за пределов штрафной. Спустя полтора десятка минут Дмитрий Климович после навеса с угла поля счет сравняло на 83-й минуте. Точный удар Артема Васильева принес победу столичной дружине. Минск благодаря набранным очкам поднялся на 12-ю строку в турнирной таблице Гомель на 15-м месте. Мозырская славя на домашнем газоне уступила солигорскому шахтеру. Судьбу поединка решил единственный гол забитый форвардом Горняков Николаем Янушем на 83-й минуте. Шахтер сохранил за собой третью строку в турнирной таблице славя на 8-м месте. В 12-м туре чемпионата страны в первой лиге команды из Гомельской области разжились очками. Гомельский локомотив на поле одноименного домашнего стадиона не заметил сопротивления Барановичей 4-0. Железнодорожники продолжают удерживать третью позицию в таблице чемпионата. Речицкий спутник идет четвертым отставая от гомельчам на один балл. В 12-м туре речицкая дружина оформила гостевую победу на Дорше и 2-0. Светлогорский химик, пропускавший этот игровой уикенд на 9-м месте, возглавляет турнирную таблицу в Смолевичи. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова